Дворянское собрание Алексей Дюмин подчеркивает, главная цель программы – это повышение качества жизни туликов, план, по которому область будет развиваться в ближайшие пять лет. План четкий и конкретный. Главная цель предлагаемого обсуждения – определить программатичную стратегию, которая будет основана на объективных потребностях и возможностях, будет реалистичной и учтет максимум наших с вами мнений. Разрабатывать программу начинают тулики. Создается 15 экспертных групп, в каждой специалисты в своей области. Никаких привлеченных консультантов – это принципиальная позиция. Начало. Промышленники, общественники, фермеры, работники культуры, спортсмены и экономисты – около 300 человек. Дискуссии, споры, размышления обсуждают будущее области. 50 заседаний, сотни идей, более 470 уже сформулированных предложений. Лучшие из них войдут в программу. Она готовится не в кабинетной тиши, не профильными чиновниками по своему профилю, а именно особенностью этой программы является именно широкое общественное обсуждение. Мне кажется, даст толчок в дальнейшем развитии нашему региону. Невозможно жить без плана, невозможно жить без цели. И вот эта программа – это действительно тот самый план, который четко прописан и по которому нам будет проще самим двигаться. Люди начинают просто верить в то, что да, наверное, вот новая власть, которая сейчас пришла, она будет заниматься всерьез, допустим, развитием. От кабинетных обсуждений на предприятия, в рабочие коллективы – передовые хозяйства. Экспертные группы собираются в районах, ведь идеи должны быть применимы на практике. Заседания проходят на базе промышленных производств, в школах, больницах, на фермах. Те, кто обычно просто выполняли чей-то план, теперь сами этот план формулируют. Обсуждения параллельно проходят во всех 26 муниципалитетах. Одно дело мнение чиновников или каких-то привлеченных экспертов, это одно дело. И другое дело мнение, в общем-то, тех, кто живет и работает в тех или иных сферах. У нас каждый раз очень бурно, потому что живо, потому что по родному, по живому. Мы понимаем с самых низов, что же должно быть в стратегии, чтобы она была приближена непосредственно к людям, да, и давала свои эффекты уже среднесрочной перспективы. Для власти это будет более удобно, понимая, что сегодня нужнее и железная дорога, а, например, завтра снова тахарный завод. Важный разговор, нужный разговор. И если те предложения, которые от нас прозвучали, найдут хоть какое-то применение в этой программе, то это будет здорово. К формированию программы развития Тульской области на пятилетку привлекают жители региона. На сайте 71.тулорегион.ру открыт прием предложений. Около 350 человек высказывают идеи, которые впоследствии вынесут на обсуждение экспертов. От облика города до развития промышленности жители региона дают предложения по всем семи приоритетным направлениям развития. Мне хотелось бы перенести частично или полностью дома в Кремль и сделать там музей народного быта. Нужно место, о котором будут знать все туристы, куда можно прийти, где есть люди, говорящие не только на русском, но и на английском языке. Создать специальный налоговый режим по софинансированию налоговых и социальных выплат для малых инновационных предприятий. В регионе организуют пункты, где жители Тульской области могут предложить свои идеи. Их открывают в Туле, Щекине, Олексине, Новомосковске, Ефремове, Донском, Узловой и Кимовске. Порядка четырех тысяч предложений приходит менее чем за месяц. Туликам предлагают самим формировать будущее Тульской области, дают возможность повлиять на принятие главных решений. Их слышат. На полках много продуктов, да, и хотелось бы, чтобы они были наши, от нашего производителя. Мне кажется, нам нужно вернуть фонтаны. Открыть больше предприятий, чтобы было больше рабочих мест. В идеале развивать, конечно, туризм надо, чтобы поднялся город, чтобы экономическая часть города поднялась. Пол сотни страниц документа, тысячи пристально рассмотренных предложений, от частного к общему. Главная цель – сделать жизнь Туликов комфортной во всех ее ключевых сферах. От здравоохранения до инвестиционного климата в регионе, от экологической ситуации до благоустройства всех жизненных пространств малой родины. Чтобы через пять лет в Тульской области начался прирост населения. К 2021 году увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 72 лет. Улучшилась демографическая ситуация, а подрастающие дети благодаря ранней профориентации выбирали технические предметы как дополнительные. За пять лет в Тульской области будет построена система непрерывного образования от дошкольных учреждений до вузов и системы профессиональной переподготовки. Чтобы к 2021 году высокотехнологичная медицинская помощь стала доступной для всех Туликов. В течение пяти лет в развитие доступной медицины инвестируют 9 миллиардов рублей. На повышение качества жизни каждого жителя региона работает каждый пункт программы. За пять лет в Тульской области построят более 300 километров дорог. Сумма инвестиций в дорожное хозяйство составит 20,7 миллиарда рублей. Задача пятилетки решить проблему аварийных и ветхих домов, а это значит построить новые. За 2016-21 годы предстоит построить 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В два раза больше, чем за предыдущие пять лет. Достойная жизнь невозможна без достойной работы и оплаты труда. За пять лет в регионе предстоит создать более 15 тысяч рабочих мест. 11 тысяч в промышленности, 3 в сельском хозяйстве, 1000 в туриндустрии, 800 в транспортной отрасли. Чтобы молодежь хотела работать, на Тульской земле будут созданы новые рабочие места и высокотехнологичные производства. Ключевыми для региона останутся машиностроение, химическая и металлургическая промышленность. Объем инвестиций в основной капитал составит 755 миллиардов рублей. К 2021 году выручка малых и средних предприятий в общей доле должна составить почти 31%. Для этого будут привлечены федеральные ресурсы и мобилизованы внутренние резервы. К 2021 году доля выручки малых и средних предприятий в общей выручке предприятий региона составит 30,7%. Ориентиры, которые прописаны в стратегии, позволят сделать Тульскую область по-настоящему землей силы и талантов. Продолжение следует...